Приветствую вас. Я бы хотел обратить ваше внимание на несколько вещей, которые мне кажутся очень важными в контексте того, о чём вы пишете. Начнём, пожалуй, с того, что вы влюблены в своего коллегу, который младше вас на год. Ну, здесь хочется сразу спросить, по какой причине именно в коллегу вы влюблены? То есть, у вас нет хобби, у вас нет интересов, у вас нет увлечений, чтобы всё-таки как-то вот с людьми, ну, более независимо, что ли, взаимодействовать. Ибо служебный роман, который у вас может быть, это, на мой взгляд, далеко не самый лучший расклад для вас. Потому что, ну, потому что люди всё-таки там работают, работают в тех местах, да, где, к примеру, вы сейчас находитесь. И, как бы, как правило, человек, он преследует цель именно работать, а не строить отношения. Поэтому здесь вот такой момент, да, насколько у вас развит и ваш интерес. Следующий момент. Это момент, касающийся влюблённости. Вы говорите, что влюблённость, но как, как конкретно ваша влюблённость себя проявляет? То есть, я хочу сказать, что необходимо идентифицировать ваши чувства влюблённости. Может быть, может быть, действительно влюблённость в тех, а может быть и чем-то другим, к сожалению, далеко не всегда позитивным. Поэтому я рекомендую вам здесь всё-таки именно посмотреть на то, что, ну, как, как. А вы всё-таки всё-таки свои чувства интерпретируете. Потому что, на мой взгляд, это очень важная история для того, чтобы, опять же, вам помочь. Дальше, во время общих посиделок я вижу, как он относится ко всем тепло и радужным. Ко мне он тоже добр, но, кажется, скорее, вид какой-то жалости. Ну, смотрите. На самом деле, мне показался очень интересным тот факт, что, вот, ко всем он относится тепло, да, ко всем. Но вот к вам почему-то он относится, раз уезжался. Ну, пожалуйста, пожалуйста, у меня есть вопрос, а с чего вы решили, что человек именно к вам относится жалости? То есть, вот, к вам именно к вам относится хорошо, да, а к вам именно к жалостю. Почему? С чем вы отличаетесь от других людей? Почему вы выделяете себя, условно говоря? Ну, ведь правда же, вы же себя выделяете. Я полагаю, что вы не будете с этим спорить. То есть, вы считаете себя какой-то другой, может быть, даже, может быть, даже хуже, чем, к примеру, другие. А может быть, может быть, вы сравниваете себя, собственно говоря, с другими людьми, и сравнение происходит совсем не в вашу пользу. Такая история, в общем-то, тоже может быть, к сожалению. Понимаете, да? О чем идет речь? Итак, здесь у нас основы выделения себя. То есть, почему я выделяю именно себя на фоне других. Понятно, да? Дальше вы пишете. Значит, я тихо и спокойно. И, возможно, именно поэтому он ко мне опять относится. Тут, на мой взгляд, имеет место быть искаженное, к сожалению, представление о себе. То есть, что вы не тихо и спокойно, а вы не остенчиво и зажато. Понимаете? То есть, для вас было бы лучше, если бы вы не называли себя тихой и спокойной, а для вас было бы лучше, если бы вы говорили, как есть. К примеру. Ну, по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, это было бы честно. По крайней мере. Дальше. Значит, может поэтому. Вряд ли. Я лучше не хочу давать тебе ложных надежд, поэтому стараюсь избегать контакта с ним. Скажите, а по какой причине вы стараетесь избежать ложных надежд? То есть, вас эти ложные надежды как-то тяготят, к примеру, вам эти ложные надежды причиняют боль, к примеру. Или что-то еще. Из-за чего вы избегаете таких ложных надежд этих? Вот. По какой причине? На мой взгляд, это очень важная история. Складывается ощущение, что вы боитесь боли. А человек, который боится боли, он боится развития, к сожалению. Таким образом, можно говорить о том, что боясь боли, вы боитесь развития. Почему вы боитесь боли? Потому что вы считаете, что, ну, к примеру, что не вправе ошибиться. Вы считаете, что, ну, что не можете ошибиться, что вообще это вам не дозволено. Отсюда вскрыто чувство собственного величия, что я не имею права ошибаться, как бы говорить о себе вы. Я не имею права ошибаться, я не имею права на ошибку, а значит, я не имею права и на личностный рост. Вот и хотелось бы узнать, чего хотелось бы понять, откуда у вас такая интересная позиция относительно себя возникла. И если вы хотите, то помочь вам с этой позиции, значит, разобраться. Мне видится эта история именно так. Ну, по крайней мере, по крайней мере, так это выглядит. Со стороны. Понимаете, да, о чем идет речь? Я надеюсь, что вот именно то, что я хочу вам сказать. Дальше. Дальше. Идем. Значит, в эти дни у меня нет настроения и сил, весь энтузиазм будто исчез, и внутри будто все болеет. Ну, давайте сразу расставим все точки над И. О каких конкретно днях вы говорите? То есть, ну, серьезно, о каких днях идет речь? Потому что лично я вот как-то не очень понял. что вы имеете в виду. Я не очень понял, о каких днях вы говорите, когда началось то, что вы описываете? Описываете. Ведь мужчина, если я правильно понимаю, мужчина вел себя так, как он вел всегда. Нет основания полагать, что произошло что-то, ну, к примеру, необычное. Но вы ведете себя так, как будто произошло действительно что-то такое странное, такое что-то прям, ну, из ряда вон выходящее. Вот. Поэтому, наверное, что-то произошло, я полагаю, что внезапно у вас пропали силы. То есть, тут, опять же, что-то происходит, что-то, о чем вы нам не говорите. А жаль, потому что, очень было бы полезно уточнить данный аспект. Так, он очень хороший, но если я буду проявлять симпатию, боится, он будет вообще сам меня избегать. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, с чего вы, ему вас избегать? То есть, почему он должен вас избегать, к примеру? Какие у него, у него основания вас избегать? Что есть симпатия? Что есть симпатия? Опять же. То есть, как симпатию, к примеру, он понимает делы. И если вы как-то ее понимаете, симпатию я имею ввиду, что, в чем проблема ее выразит. Опять же. Если вы действительно хотите, хотите это сделать. Боюсь, он вообще сам будет меня избегать. Но на данный момент, поправьте меня, если я ошибаюсь, на данный момент вообще ничего не происходит. Вот. то есть, на данный момент, то, что вы делаете приводит лишь только к тому, что вы одна по факту. и все. Понимаете? То есть, терять-то вам, вроде бы как-как, нечего. Понимаете? Вот. То есть, что вы теряете? А чего вы боитесь потерять? Совершенно очевидно, что у вас есть какая-то, ну, мотивация, может быть. Мотивация оставаться в этой позиции, в которой вы остаетесь сейчас. Или мотивация иметь человека в перспективе. Вот только зачем? Опять-таки. Понимаете? Зачем вам этот человек, если он, по сути, никак, ну, никак ничего, это никак ничего вы не получаете, не приобретает. Вот. По факту. Поэтому я полагаю, что вот, так вот вам нижний ответ. В целом, я, конечно, мог бы предположить, а-а-а, причины, почему вы так себя ведете. Это, конечно, неуверенность, а-а-а, страх, страх, э-э-э, ну, различного рода. Страх. Вот. Какие-то страхи вы, может быть, даже не осознаёте. Вот. Но я полагаю, что все это не важно, если вы не будете работать над этим. Так или иначе. Так что, выбирать вам, выбирать вам, э-э-э, как вы будете дальше идти в этой ситуации. Я надеюсь только, что свой выбор вы сделаете правильным. То есть, я, серьезно надеюсь, что вы сделаете правильный выбор относительно той ситуации, которая сейчас происходит. Вот. На этом все. В принципе, надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались, э-э, дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.